Описание представленных томограмм пациентки 1955 года рождения от 28 августа 2019 года. Область исследования. Мягкие ткани шеи с контрастированием. Трактовка результатов исследования крайне затруднена из-за движений пациента во время сканирования. Анатомические пространства шеи хорошо дифференцируются. Заглоточные пространства, окологлоточные пространства, передние и задние шейные области не изменены. Носоглотка без патологических изменений. Щитовидная железа. Достоверно визуализируется перед шеей к железе толщиной до 7 мм. Доли железы резко уменьшены в размерах. Более вероятно, резецированы. С обеих сторон по всем треугольникам шеи визуализируются многочисленные лимфоузлы размером до 9х6 мм. Единичная слева к переди откивательная мышца размером 11х10 мм. Нативная плотность лимфоузлов плюс 20-50 хаунсфилда. Артериальная до 94 по хаунсфилду. Гортань не изменена. Просвет ее не компримирован. Трахея без особенностей. Подъязычная кость структурна. Грушевидные синусы дифференцированы. Контуры голосовых связок четкие, ровные. Структура и размеры около ушных слюных желез не изменены. Контуры их четкие. Дополнительных образований в над и подсвязочном пространстве не выявлено. Сосуды шеи. Обращает на себя внимание участок патологической извитости правой общей сонной артерии на уровне тела С4 с формированием дополнительной петли. Убедительных данных, точно не сказать из-за артефактов от движения, за наличие стеноза сосудов шеи не получено. Костно-деструктивных и свежих костно-травматических изменений не выявлено. КТ-признаки. Выраженных декоративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника с формированием хифатической деформации с вершиной в С5 и краевых остеофитов по задней поверхности С5-Т6 длиной до 3 мм, сагитальный размер позвоночного канала на этом уровне 10 мм. Заключение. КТ-картина состояния после оперативного лечения. Умеренно выраженная лимфоаденопатия шеи. Тинклигин. Правые общесонные артерии. КТ-признаки выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Рекомендована консультация сосудистого хирурга-невролога-МРТ шейного отдела позвоночника. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики ССГМУ имени И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый вечер. Исследование у вас получилось плохо. В момент ведения контраста вам стало нехорошо, по всей видимости. Вы или закашлялись, или что-то говорили. Из-за этого артериальная фаза исследования смазана. Сосуды шеи точно не оценить, особенно на предмете ноза. Отвечаю на ваши вопросы. 1. Нет. Достоверных данных за наличие МТС по данному исследованию нет. Хотя увеличение лимфоузлов всегда плохо. Но они небольшие. Нужно их размер контролировать. Лучше по УЗИ. 2. По КТ пара щитовидные железы достоверно не отличить от лимфоузлов. Это иногда видно на УЗИ, иногда нет. На МРТ тоже зачастую не всегда можно точно сказать. Здесь я бы советовал выполнить УЗИ на хорошем аппарате опытного врача ультразвуковой диагностики. Ход сосудов шеи изменен. Общая правая сонная артерия образует дополнительную петлю. Диаметр сосудов точно не оценить, но явных признаков грубого стеноза нет. 4. Просвет в голосовой щели не постоянная величина. Ее лучше оценить у ЛОРа при помощи задней лирингоскопии. У вас ее максимальный размер 6х17 мм. Но это не истинная цифра, это ЛОР должен смотреть. ЛОРа при помощи задней лирингоскопии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛОРа при помощи задней лирингоскопии. ЛОРа при помощи задней лирингоскопии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»